МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Попова – дачница из кооператива в Кадуйском районе «Энергетик-1». Она поругалась с соседом, который, как заявляет женщина, решил оставить ее без подъездных путей. Оставить мне метр, а себе вот тут он как будет царить. Почему межевые планы двух разных участков наложились друг на друга? Как разрешаются споры о межевании? Почему в Каду и специалисты говорят о большом количестве реестровых ошибок? На эти вопросы мы ответим в нашей программе. Вся эта история началась с двух котов. Хозяева поругались, когда одно животное загнало на дерево другое. Дальше больше. Начались разбирательства, где находится чья земля. Вот находится участок мой. Вот отсюда идет. И вот где. Вот они, когда делали межевание, баночку повешали. Ира, покажи, вот так где. Метр отступи. И вот он считает, что метр мне тут оставляет, а это все его. Ирина много лет назад купила этот участок земли, который был зарегистрирован по всем правилам. С соседями, говорит женщина, долгое время жили дружно, пока не появились другие. После ссоры они тоже заказали межевой план своего участка. Согласно этому документу, земля Ирины оказалась на крыше чужого дома. Какой межевой план правильный? Каждая сторона считает, что справедливость на ее стороне. Ирина пожаловалась. С межеванием, сделанным соседями, ей перекроют все подходы к участку. Не привезти ни навоз, ни дрова. Я говорю, я к воротам вывалю, и вот через этот метр буду таскать тогда. Ты не заедешь на свою дачу. Я найму трактор и выброшу. Я говорю, а я в милицию схожу и воровство тебе поставлю. А администрация, вот приезжали, когда они приехали, и с этим, которым швеята шьют эти, метр-то. И начали вот оттуда вот меряли, и вот сюда домеряли, колышки выставляли. И все, давайте разделим штамп. Вот тут 5 метров у нас всего промеж домов. Они начали, что по 2,80. Он на это даже не согласился. Сюда вы возите навоз? Да. А участок, он туда в длину идет. Вон он, заборка. Вон за яблонями только. То есть, если он вам метр сделает, вам навоз будет не привезти? Вообще не привезти. Дело дошло до суда. До показаний свидетелей, которые вспоминают, где чьи границы были изначально. Ситуация осложняется тем, что в садовом кооперативе «Энергетик-1» официального общего плана всего товарищества просто не существует. Вроде бы был, но куда подевался, неизвестно. Председатель товарищества, как художник, с натуры нарисовала все от руки. Ручкой красного цвета выделены электрические сети. Как навести порядок в садовом кооперативе, если данных о границах земельных участков нет? А как теперь узнать, что правильно, что неправильно? Это надо... Я уже даже не знаю. Тяжело вам спорить, потому что нет у вас... Я поэтому и сказала, что у меня нет ни документов, ни каких планов. Поэтому я не могу ничем ни подтвердить, ни отрицать. Председателя Клавдию Гедыму избрали в 2011 году. Документы сохранились с 2009 года. Земля выдавалась еще раньше, в советское время. Из всех официальных документов у председателя только список людей, которым были выделены участки. А как же вот люди у вас продают, покупают тут землю? Так, продают и все. Сейчас справок, в общем-то, даже о задолженности не очень спрашивают. Кто-то спросит, кто-то нет. Поэтому продали участок с долгами. Новый хозяин захочет, а расплатится с долгами. Не захочет, не буду. А покажите Ирину, пожалуйста, где она на улице? Вот на этой большой карте. Вот на этой. Так, где она у нас? Какой номер-то? 77-я. 77-я. Вот у нее вот здесь. Вот 75-й, 77-й вот. Вот здесь вот. А конфликт-то у нее с 76-м. 76-м. Они сгорели, что ли, у вас? Я не знаю, куда они делись-то. Они же должны были принять. У нас вообще документов нет. Ну это, потеряны, видимо. У нас же много председателей менялось. Существует ли где-то план садового товарищества? С этим вопросом мы обратились в сельское поселение Семизерья, к которому относится кооператив. Все равно от председателя инициатива должна идти, чтобы навести порядок по своим земельным участкам. Я не знаю, как правило, а председатель как может сделать, если у него никаких данных нет? Нет, но он все равно должен со своим кооперативом. То есть все равно, ведь он же работает. Вот она начнет дела. Да. Ну ведь они же все равно какие-то документы, они же председателю предоставляют. Какие документы. А на лицо потеряно? Нет ли ничего? Ну так все равно как-то, наверное, восстанавливать это все надо. А вот как? Ну как бы сейчас землей у нас распоряжается комитет по имуществу земельных отношений в администрации района. Да, можно туда зайти спросить, да. В администрации Кадуйского района нас снова отправили к председателю садового кооператива. Во всех кооперативах есть планы кооперативов. Кроме этого, скорее всего, у всех были выданы документы председателям кооперативов, свидетельства. Столько-то соток, такие-то границы. В этом кооперативе, видимо, ничего не осталось. Если у них такой кооператив, теперь, значит, они кооперативом будут, у кого сохранились документы, они свои восстановят документы, у кого не сохранились, будут через суд. А можно все вот не по одному делать, а вот кооперативом собраться, сделать всем вместе? Да, они кооператив, они частные как бы предприятия, они кооператив, они могут собраться, решить. Только это нужно, чтобы был председатель, всех собрал, все объяснил и все решил. Чтобы навести порядок в дачном кооперативе, можно заказать кадастровые работы на весь населенный пункт. Если решение о проведении кадастровых работ примут все члены кооператива, соберут необходимые средства, работы обойдутся дешевле, чем если бы заказывать все индивидуально. Кроме того, и порядок получится навести гораздо быстрее. О том, что все это возможно, нам рассказали в Росреестре. Впрочем, беспорядок есть не только на территории кооператива. Сам поселок Кадуй проблемный. Многие геодезисты работать здесь просто отказываются. Причина в состоянии опорной межевой сети. Так называют точки, от которых проводятся кадастровые работы. Эта сеть, по мнению кадастровых инженеров, сейчас практически разрушена, что приводит к кадастровым ошибкам. Границы одного участка могут накладываться на другой. Как нам стало известно, были допущены ошибки при пересчете системы координат. Весь поселок, что называется, съехал. Сформировать в населенном пункте земельные участки практически невозможно. Как исправить реестровые ошибки на территории всего района или крупного населенного пункта? О проблеме наслышаны в правительстве области. Департамент имущественных отношений области рекомендовал администрации Кадуя провести комплексные кадастровые работы. Средства на эти цели выделяются путем софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Размер федеральной субсидии более 600 тысяч рублей. Все это в рамках соглашения, заключенного между правительством региона и Росреестром. В случае большого количества реестровых ошибок в муниципальном образовании, рекомендуют провести комплексные кадастровые работы. На эти цели выделяется субсидия из федерального бюджета. В этом году комплексные кадастровые работы проводятся в Харовском, Тотемском и Кичминско-Городецком районах. Здесь уточняются границы земельных участков по исправлению реестровых ошибок в 11 кадастровых кварталах. Заказчиком комплексных кадастровых работ выступают органы местного самоуправления. Для участия в программе на следующий год нужно было отправить заявку до 26 февраля 2018 года. По сведениям департамента, в ведомство поступило 12 заявок от муниципальных районов и Вологды на работы в 2019-2020 годах. Кадуйского района в этом списке нет. Как рассказали нам в районной администрации, в районе на комплексные исследования нет средств. По словам председателя комитета по имуществу Любовь Цветковой, необходимо изыскать 7 миллионов рублей. Эта сумма, считает чиновница, для Кадуя неподъемная. Как в такой ситуации исправлять реестровые ошибки на территории поселка, вопрос остается открытым. Администрация Кадуйского района заявила о том, что будут вестись переговоры с Росреестром. А что касается проблемы в целом с землей, которая выделялась в советские годы, то здесь, как правило, проблемы общие для каждого района. Выдавали землю людям очень давно, точных измерительных приборов в то время не было. Сейчас все это нужно приводить в порядок. Устанавливать границы приходится и по старым заборам, и по показаниям соседей. При этом многие собственники воспользоваться услугами геодезистов не спешат. Причина все та же. Межевание небольшого участка земли обойдется в несколько тысяч рублей. Однако, как говорят специалисты, экономить на этом не стоит. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, сотрудники Вологодского управления Росреестра советуют при покупке земли быть осторожными и внимательными. Я рекомендую при приобретении участка все-таки проявить некоторую бдительность и установить, где действительно находится ваш участок, местоположение его, границы участка и площадь, соответствуют ли тому, что вы хотите приобрести. Для этого, если участок у нас не отмежован, так скажем, не проведены кадастровые работы по нему, по установлению границ, то предложить продавцу провести эти работы и установить на местности площадь и границы, то есть межевание, так скажем. Если же границы установлены уже участкой, содержится сведение о нем в Едином государственном реестре недвижимости, то для своего спокойствия, избежания ненужных споров и лишних споров с соседями, чтобы сэкономить свое время и свои нервы, то опять же пригласить кадастрового инженера, который на местности вам покажет угловые точки этого участка, где находятся границы, чтобы быть спокойным, что действительно вы приобретаете не кота в мешке, а вот действительно вот этот участок, который на местности обозначен. Вопрос в том, что действительно ли там столько площади, сколько по документам. То есть может же быть, предположим, у нас мы купили 10 соток, а в ограждении может находиться 11 соток, и так вы станете нарушителем земельного законодательства, то есть у вас будет с вашей стороны выявлено может быть самовольное занятие. При наличии большого количества реестровых ошибок в муниципальном образовании, комплексная кадастровая работа должна заказать местная администрация. На эти цели выделяется субсидия из федерального бюджета. Чтобы навести порядок в отдельно взятом дачном кооперативе, все собственники могут заказать кадастровые работы. Это обойдется дешевле, чем установление границ участка в индивидуальном порядке. При покупке земли лучше пригласить геодезиста, который точно укажет границу участка. Это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать неприятных ситуаций, в том числе разбирательства в суде.